О главных событиях к этому часу. В Стамбульском метро прогремел мощный взрыв. В Украине пообещали начать морскую блокаду Крыма. ГАИ ДНР призывает водителей быть предельно внимательными в зимний период. На станции метро Стамбула в районе Байрам-Паша прогремел взрыв, который был слышен практически во всем городе. Как заявил мэр Стамбула, Васип Шахин, в результате один человек погиб, несколько получили ранения. На место происшествия прибыли пожарные расчеты и кареты скорой помощи. После взрыва движение поездов остановили. В районах, близлежащих к месту взрыва, на время погас свет. Первоначально предполагалось, что взорвалась трансформаторная будка. Но позже выяснилось, что рядом с эстакадой станции метро была заложена взрывчатка. Вслед за продуктовой энергетической блокадой Крым ожидает морская блокада со стороны Украины. Об этом заявил координатор акции по блокаде полуострова Ленур Ислямов. По его словам, так называемые активисты намерены перекрыть Керченскую переправу, чтобы Крым остался в полной изоляции. Он подчеркнул, что главная задача радикалов из Меджлиса – вернуть Крым любыми способами. При этом, как они собираются осуществить морскую блокаду, Ислямов не уточнил. В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов пообещал желающим блокировать Керченскую переправу организовать трибунал, который состоится в Симферополе возле памятника Ленину. Он также напомнил, что Керченская паромная переправа полностью находится под юрисдикцией России. В ближайшие дни на дорогах ДНР возможны туманы гололедица. В связи с этим госавтоинспекция обращается к водителям и пешеходам и призывает их быть предельно внимательными и осторожными на дороге. В зимний период водителям необходимо оборудовать свои транспортные средства соответствующими сезону шинами. Помните, что за нарушение требований правил дорожного движения предусмотрена административная ответственность. При неблагоприятных метеоусловиях водителям необходимо быть предельно внимательными, выдерживать скоростной режим, а также необходимую дистанцию, интервал между транспортными средствами. Выбранная скорость движения должна обеспечивать постоянный контроль над дорожной обстановкой. Также необходимо строго соблюдать правила проезда пешеходных переходов, особенно в темное время суток и на неосвещенных участках дороги. С особым вниманием следует относиться к пожилым людям и детям, так как они хуже ориентируются в дорожной обстановке силу своего возраста. Пешеходы при переходе проезжей части должны убедиться в отсутствии угрозы, не выходить на дорогу в неустановленном месте, из-за припаркованного транспорта или объектов, ограничивающих видимость. Переходить дорогу следует спокойным шагом, не отвлекаясь на разговоры по мобильному телефону. Кроме того, в темное время суток на верхней одежде рекомендуется использовать светоотражающие элементы. Переходя дорогу с ребенком, держите его крепко за руку. Ожидая общественный транспорт, не выходите на дорогу, не стойте в непосредственной близости к проезжей части. Управление ГАИ МВД ДНР еще раз обращает внимание водителей на необходимость выбирать скоростной режим в соответствии с конкретными дорожными и погодными условиями. Помните, что только соблюдение правил дорожного движения способно обеспечить безопасность водителей и пешеходов. Субтитры создавал DimaTorzok